В семейных альбомах бережно хранятся фотографии героев. Внучка ветеранов рассказывает, память сохранила бесценные истории ее дедов, которые участвовали в одних из самых значимых боях в Великой Отечественной. Николай Инка, Иван Васильевич и Петренко Григорий Павлович оказались на фронте в первые дни войны. Один участвовал в боях под Москвой на Курской дуге, другой же, Григорий Павлович, которого Ольга знает только по рассказам, оборонял Сталинград, участвовал во многих операциях. В 1943 году был серьезно ранен. О его отношении к войне и к личному подвигу внучке уже рассказывал дед Иван. Он никогда не считал, что это какой-то очень большой подвиг. Он думал, что... он всегда считал, что это его долг перед родиной, перед страной, перед своими будущими детьми, будущими внуками и, в принципе, будущим поколением. И он всегда говорил о том, что не хочет вспоминать те ужасы войны, которые ему, к сожалению, пришлось пройти. И он всегда говорил о том, что у вас есть светлое будущее, радуйтесь ему. И мне от этого отрадно. Каждый год 9 мая Ольга вместе с родителями приходит к Вечному огню. Это место особо значимо для их семьи. Среди тысячи фамилий и героев, положивших свои жизни за родину, они сразу находят дорогие им имена. Здесь находится имя моего второго дедушки. Это Николаенко Иван Васильевич. 9 мая по совместительству еще и его день рождения. Поэтому это вдвойне дорогой для нас праздник. Для семьи Ольги, как и для тысячи других оренбуржцев, 9 мая особый день. Праздник, который заставляет оглянуться назад, вспомнить о подвигах каждого солдата. И еще раз сказать спасибо за победу. Татьяна Кирдина, Елена Еремина, Константин Воробьев. Новости дня.